А вы знаете, что на Западе многие европейцы левых и либеральных убеждений пытаются закосить под национальное меньшинство, чтобы получить дополнительные привилегии? Вообще-то, конечно, интересная история, потому что многие из вас знают, что в Азии или в Африке популярно косить под белых. Например, если до пандемии вы бывали в Таиланде, наверняка в местных магазинах вы видели целые полки, которые просто уставлены отбеливающими средствами. Потому что тайцы выше ростом и кожа их светлее, чем у окружающих их народов. Например, берманцев или хмеров. И у тайских красавиц считается, что чем белее кожа, тем это красивее. Похожая ситуация и в Индии, потому что дровиды, покоренные ариями, негроидное население, обычно представляют собой низшие касты. Чем выше касты, тем светлее кожа, поэтому люди, чтобы их считали высшей кастой, тоже стараются ее отбеливать. Похожая ситуация есть в Африке, где местные модницы отбеливают себе кожу и выпрямляют курчавые волосы. С этим, кстати, борются многие африканские националисты, но пока не могут это побороть. Сегодня все наоборот в Европе, потому что сейчас все борются с белыми привилегиями, и многие активисты наоборот стараются найти у себя каких-нибудь африканских дедушек или прадедушек, с тем, чтобы воспользоваться привилегиями нацменьшинств при приеме на учебу или при работе. Помните, в Америке был нашумевший случай, когда одну активистку, которая боролась за права афроамериканцев, поймали на том, что она представляла себе как мулатка, а на самом деле оказалось то, что она 100% белая женщина, более того, немецкого происхождения. Просто она мазалась автозагаром и делала себе афрприческу. Был огромный скандал. Недавно в Германии престижной премией была отмечена книга немецкой писательницы индийского происхождения «Идентити». Она рассказывает смешную историю о том, как полунемка-полуполька, который мучается в Германии своей идентичностью, поступает в университет и попадает там под влияние якобы индусской профессорши Сарасвати. Сарасвати постоянно читает всякие лекции о правах меньшинств и при этом всех белых студентов изгоняется своего курса после первой же лекции. В итоге также оказывается, что Сарасвати на самом деле белая женщина, которая косит под индусскую, чтобы эти привилегии нацменьшинств себе получить. Так что, наверное, скоро левые активисты начнут не только менять пол, но и менять расу и национальность. Шутки популярного блогера Кэт Буйками о том, что он транс-негр, уже скоро будут не совсем шуткой.